В Мэриэл назвали имена обладателей государственных молодежных премий республики. В этом году на суд жюри было представлено 38 работ с участием 56 соискателей. Оценивались они по трём номинациям. В области литературы, искусств и архитектуры, в области науки, техники и производства, и в области социально значимой и общественной деятельности. Всего высшую оценку в этом году получили три коллектива и 14 авторов-лауреатов. Артист балета Артём Веденкин до последнего не знал, что коллеги номинировали его на соискание государственной молодежной премии «Корсар», «Дон Кихот», «Лебединое озеро». Сейчас он танцует во всех кассовых спектаклях Марийского театра оперы и балета имени Эрика Сапаева. Успех пришёл не сразу. Сначала учёба на хореографическом отделении при Бауманском лицее и Марийском колледже культуры и искусств. Далее был ГИТИС и лишь потом ведущие партии. Спасибо, конечно, Республике, что дала мне такую профессию. В данном случае Константин Анатольевич, который основал, приехал с Москвы, с Большого театра и основал здесь балетную школу. В последующем он стал моим педагогом и выпускался я уже у Константина Анатольевича. И тружусь благодаря ему. Всего в этом году на госпремию в области литературы, искусства и архитектуры наряду с Артёмом Веденкиным было допущено 9 работ с участием 10 соискателей. Это говорит о том, что в Мариэл талантливых молодых людей не становится меньше. Скорее наоборот. Эту премию получить не так просто, потому что надо её завоевать. И очень хорошо, что у нас в этом году было очень много номинантов на государственную премию молодёжную. И действительно, профессиональному, так скажем, сообществу и жюри нужно было хорошо так подумать и поработать. И, конечно, когда ты видишь талантливую молодёжь, которая выбивается, которая неравнодушна к происходящему, которая творит, созидает именно в области культуры и искусства, это всегда очень радует. Слава Богу, что у нас в республике очень много талантливых детей, которые не сидят на месте, а себя реализуют именно в творческом направлении. И у них самое главное, что у них это получается. Номинантами молодёжной премии имени Олыка и Пая один раз в два года становятся творческие люди республики в возрасте от 18 до 35 лет. С этого года обладателями госпремии могут стать не менее талантливые ребята, но в других областях. Например, в области науки, техники и производства или социально значимой и общественной деятельности. В 2018 году по инициативе правительства республики Морел расширен перечень номинаций и добавлена номинация в области науки, техники и производства, а также в области социально значимой и общественной деятельности. До этого у нас была номинация в области литературы, культуры и искусства, где присуждались государственные премии имени Олыка и Пая. Всего в этом году на конкурс поступило порядка 40 работ с участием 56 соискателей. В итоге допустили 31 работу. Несмотря на то, что эта премия не даёт никаких социальных льгот, лишь единовременную материальную поддержку, молодёжь Морел стремится её получить. Ведь это как одна из ступеней в их творческой, научной или социальной жизни. Тема называется «Реконструкция игры на древнем марийском смычковом инструменте». Почему я выбрала? Потому что я профессиональная скрипачка, закончила консерваторию. А скрипачка, параллельно я занималась на теоретическом отделе тоже. И тема моей сначала дипломной работы была как раз смычковые музыкальные инструменты Мари. А затем в Петербурге я закончила аспирантуру, это стала темой моей диссертации. Песни, инструменты – это всё богатое наследие, которое мы должны сохранять. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин